Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью в студии Зайры Байчорова. Разговариваем о главном. К краеведам принято относиться снисходительно и считать их безвредными чудаками. А между тем, они собирают по крупицам нашу историю, традиции и воспитывают любовь к своей стране, говорил Константин Паустовский. Сегодня поговорим о работе кисловодского историка Краеведческого музея «Крепость». У нас в студии его директор Сергей Лузин. Сергей Степанович, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что нашли время с нами побеседовать. Известно, что музей проводит огромную просветительскую работу. Он стал уже своеобразным культурным центром, где проводятся студенческие региональные научные конференции, школьные олимпиады, приглашаются известные люди и проходят выставки, в том числе и книжные. Расскажите, пожалуйста, об этих мероприятиях, как они организованы? Действительно, мы очень много времени уделяем работе со школьниками, с молодежью, и для этого используем разные формы проведения массовых мероприятий, научно-просветительских мероприятий. Ну и, конечно, вот одной из форм является научные конференции или чтение, краеведческие чтения. Такие конференции у нас проходят практически ежегодно. Ну вот, например, в 2018 году прошла Всероссийская научно-краеведческая конференция, посвященную столетию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Собрались Солженицыноведы со всей страны, в том числе участвовали и школьники, и студенты. Работала молодежная секция. И вот в течение трех дней мы обсуждали жизнь творчества Александра Исаевича Солженицына, почетного гражданина нашего города. Вы, наверное, знаете, что он родился в городе курорте Кисловодский. Сейчас открыт информационно-культурный центр музея Солженицына. Мы тоже ведем большую поисково-исследовательскую работу в этом направлении. И, начиная с 96-го года, мы вели переписку, вернее, музей вел переписку с Александром Исаевичем, когда он еще находился в Америке, в Вермонте. И, таким образом, эта связь поддерживается сейчас уже с Натальей Дмитриевной Солженицыной. К этому юбилею, к столетию писателя, мы, кроме того, открыли и выставку «Солженицын. Поэт и гражданин». Кстати, эту выставку посетила Наталья Дмитриевна Солженицына и сын писателя Ермолай. Мы получили высокую оценку с ее стороны. Была встреча со всеми юными воспитанниками детской музыкальной школы, студии «Мультарт», которые подготовили мультипликационный фильм по крохоткам Александра Исаевича Солженицына «Утенок». И вот они представили эту свою работу. Кроме того, наши научные сотрудники, в частности, старший научный сотрудник нашего музея Рахима Калмукану Гачияева представляла наш музей на международной конференции в Берлине, которую проводил Институт славистики университета Гумбольта. И она как раз рассказывала «Кисловодский и его связи с Александром Исаевичем Солженицыным». То есть все эти мероприятия были в 2020 году, да? В 2018 году. А, то есть это еще в 2018 году. Да, столетию, да. В 2020 году была сложная эпидемиологическая ситуация, поэтому нам удалось провести только в феврале, 29 февраля, юношеские краеведческие чтения учителя, прошедшие войну. То есть о тех педагогах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И вот тогда ученики, каждая школа представляла свою поисково-исследовательскую работу и рассказывала об этих замечательных людях. В этом году мы планируем провести еще и гагаринские юношеские чтения, уже пятые по счету, поскольку юбилей грядет, 60-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Ну и вот в этом месяце, 25 февраля, мы проводим традиционные, опять же, историко-краеведческие ребровские чтения в честь знатока Кавказа, шелковеда, винодела Алексея Федоровича Реброва, первого поселенца нашего города. То есть работа ведется постоянно, какие-то мы проводим периодически, вот пятые юношеские гагаринские чтения, пятые ребровские чтения. То есть это каждому юбилею мы посвящаем определенные конференции или чтения. Сергей Степанович, в вашем музее проводят встречи с известными, замечательными людьми страны, Российской Федерации. Расскажите, какие люди известные побывали в вашей библиотеке? Дело в том, что у нас есть цикл тематических вечеров, которые называются «Кисловачан достойных именам». И вот прежде всего об этих людях, которые связаны с нашим городом, мы и рассказываем в своих тематических музейных программах. Ну, например, большой цикл мероприятий мы посвящали и посвятили Василию Ильичу Сафонову, музыкальному педагогу, дирижеру, который тоже был связан с нашим городом. И его отец Илья Иоаннович Сафонов, казачий генерал, который был меценатом, благотворителем. Вот таким образом об этой семье даже мы рассказывали. Ну, например, мы рассказывали об Андрея Терентьевича Губине, Ставропольском писателе, которого называют казачьим писателем. Как правило, мы не только проводим тематический вечер, но готовим выставку. У нас большой архив Андрея Терентьевича Губина. И мы рассказываем о его творчестве. И в постоянной экспозиции тоже есть материалы об этом. Мы рассказывали о юбилее Бориса Матвеевича Росенфельда, почетного гражданина Ставропольского края, искусствоведа, заслуженного работника культуры, который создал музей музыкальной и театральной культуры на Кавминводах. И он по сей день продолжает эту исследовательскую работу, очень интересно рассказывает. Вот о нем мы тоже ему посвятили и выставку, и целый вечер тоже рассказывали о его жизни и творчестве. Вот таких людей достаточно много в истории нашего города. И, как правило, это и выставка, это и вечер, это какая-то музейная программа. Судя по всему, в музее «Крепость» проводится огромное количество интереснейших мероприятий. А каким образом жители Ставропольского края могут узнать, что вот в такой-то период проходит такое-то мероприятие? То есть есть ли какие-то информационные ресурсы, куда можно обратиться и узнать о работе музея? Да, конечно, мы используем сеть интернет активно. То есть у нас есть официальный сайт музея, где мы размещаем события на целый месяц, анонсируем эти события, используем также социальные сети, все социальные сети мы тоже пытаемся анонсировать эти мероприятия и приглашать. Мы делаем какие-то рекламные листовки, мы отправляем по электронной почте сообщения в учебные заведения, в санаторно-курортные учреждения. Вот таким образом мы пытаемся информировать и гостей нашего города, да и жителей тоже. Ну и кроме того, при музее действует городская общественная организация, Краевическое общество города Кисловодска, в которой порядка 50 человек, это наши активисты, дарители, очень активные люди, в основном пенсионного возраста, конечно, но они тоже нам очень активно помогают во всех наших мероприятиях. Выставочный зал музея располагается в круглой башне крепость. Здесь экспонируются временные выставки, в том числе из фондов других музеев и частных фирм, и коллекционеров, и какие-то совместные выставочные проекты. Расскажите, пожалуйста, об основных разделах экспозиции. Подробно о каждой, если можно. Ну, дело в том, что мы посвящаем там временные тематические выставки, посвященные каким-то событиям. Это могут быть художественные выставки. То есть мы представляем творчество либо местных художников, Ставропольских, Кавминводских, либо рассказываем о художниках мирового уровня. Ну, например, Сальвадор Дали, Матис, Пикассо, Ван Гог. Представляли творчество Айвазовского. Ну, конечно, это репродукции стиля в технике Жекле, или это литография, но, тем не менее, эти выставки пользуются большим спросом у гостей в курорте, да и у жителей тоже. Ну, и кроме того, мы делаем выставки из фондов нашего музея, делаем такие масштабные выставочные проекты. И, кроме того, у нас есть такой цикл выставочных проектов «Арт Май». Здесь мы представляем в мае к Международному дню музеев выставку молодых художников. Там есть ограничения до 35 лет. И вот этот, сначала это был такого регионального уровня выставочный проект, теперь это уже всероссийского и даже международного уровня такой молодежный выставочный проект, когда молодые люди могут показать себя, представить на этой выставке свои работы. И, кроме того, в рамках вот этой выставки проводится целый молодежный фестиваль, используются различные формы, то есть показ, мод, еще какие-то интересные мероприятия, связанные вот с открытием этой выставки. Ну и, кроме того, значит, мы проводим также выставки, посвященные различным событиям. Ну, например, делали выставку, посвященную столетию нашей северокавказской государственной филармонии. То есть это был совместный выставочный проект. Или, допустим, с музеем, Гослитмузеем мы проводили выставку «Солнечный круг, небо вокруг», посвященный юбилею нашей обсерватории, горно-астрономической обсерватории, которая находится в окрестностях нашего города. Вот такого плана. Очень много всего интересного. А вот мы еще знаем, что у вас на заднем дворике есть выставка памятников археологии и истории, то есть лапидарий. Скажите о нем подробно, какие там экспонаты представлены. Да, действительно, это выставка под открытым небом крупногабаритных археологических и этнографических музейных предметов. Здесь представлены в основном каменные такие предметы из камня. Ну, например, такие вот скифские изваяния в виде изображения человека скифского периода времени, то есть это VII-VI века до н.э. Две такие каменные бабы, как их называют, принято называть в народе. Есть у нас и каменный саркофаг из травертина. Вот тоже археологическая такая интересная находка. Много представлено, несколько, вернее, представлено ступок для разгола зерна. Есть у нас и каменные жернова. Кроме того, здесь представлены и этнографического плана предметы, ну, например, каменная ванна из усадьбы Алексея Фёдоровича Реброва, которая принимала в том числе и ванны, и известный поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Есть жернов мельницы в Альцовке, которая была найдена на территории музея-усадьбы художника Ярошенко. Мельница, которая была устроена на реке Ольховке. Есть ещё и другие этнографические предметы. Их порядка 20. Они все у нас представлены в нашем утреннем дворике. Вот интересно, как попали эти древнейшие экспонаты в ваш музей? Очень просто. Когда-то начиналось это ещё в 60-е годы прошлого века. И тогда появились у нас энтузиасты. Тогда тоже был совет музея. И нам помогали, всегда помогали. Сейчас это принято называть волонтёрами, волонтёрское движение. Но вот тогда и ветераны, и молодые люди, школьники прежде всего, они находили, вот, обнаруживали эти находки в окрестностях нашего города. А потом мы связывались уже с различными организациями, которые в качестве благотворительной помощи помогали нам перевести этот предмет, поскольку он очень тяжёлый, вот, и установить его в нужном месте. Вот таким образом у нас появилась такая вот небольшая экспозиция, ну, которую мы потом привели в порядок, сделали площадку, установили таблички. И таким образом сейчас это привлекает большое внимание. Почти все экскурсии, которые проходят по нашему городу, я имею в виду автобусные экскурсии, которые вводят экскурсионные фирмы, они все посещают наш музей и обязательно приходят вот к этому лапидарию. И здесь уже идёт рассказ о древней истории, о 19 веке, вот в истории нашего города-курорта. Неудивительно, ведь это очень интересно. А вот ещё в структуру музея входит на правах отдела музей истории космонавтики имени Цандер. Это единственный в Ставропольском крае музей такого космического профиля. Расскажите, какие космические реликвии в нём хранятся? Да, действительно, музей истории космонавтики имени Цандер это единственный в России музей, который носит имя этого великого учёного. И сейчас этот музей входит в структуру нашего музея. Но долгое время он существовал на общественных началах, поскольку был открыт в 1974 году. в память о том, что здесь находится прах этого учёного Фредерика Артуровича Цандера. Установлен памятник на его могиле, очень красивый памятник, благодаря стараниям и заботам Сергея Павловича Королёва, поскольку он считал Цандера своим учителем. Но вот сейчас это другое помещение. Мы создали новую, совершенно новую, современную экспозицию в 2015 году. Здесь очень много реликвий. Космическая коллекция составляет практически вот 5000 единиц хранения. Но что здесь представлено? Ну, прежде всего, конечно, раздел, посвящённый Фредерику Артуровичу Цандеру. Здесь там страницы авторизованной машинописи, которую печатал он сам с его вычислениями рукописи, несколько страничек рукописи. Подлинные санаторно-курортные книжки Фредерика Артуровича. Он дважды приезжал в наш город в 930 году и в 931 году. Но это был его последний вот такой трагический приезд. Есть материалы, рассказывающие о его семье. Много передала нам дочь Астра Фредериковна Цандера. Даже своим детям Цандер дал звёзд имена Астра и Меркурий. И вот в 17-м году мы проводили научно-кроевическую конференцию, опять же, посвящённую 130-летию за дня рождения учёного. Так вот, на этой конференции была внучка Цандера Яна Веркурьевна Цандера. Она, правда, юрист по образованию, но работает на космической фирме. К сожалению, в прошлом году, в 20-м году, 18 марта, ушла из жизни дочь Астра Фредериковна в возрасте 95 лет. Она, кстати, защитила диссертацию на трудах отца и очень много рассказывала и пропагандировала его идеи труды. Есть, конечно, там и фотографии о пребывании Сергея Павловича Королёва в нашем городе. Он пять раз отдыхал, приезжал на отдых вместе с женой Ниной Ивановной Королёвой, которая и передала эти фотографии и письмо. Есть материалы от его единственной дочери Натальи Сергеевны Королёвой профессора, доктора медицинских наук, от его мамы Марии Николаевны Баланиной Королёвой с дарственной надписью. Материалы о Гагарине, тоже, опять же, с автографами его жены Валентины Ивановны Гагариной, его мамы Анны Тимофеевны Гагариной. У нас есть улица Гагарина. Так вот, когда эту улицу назвали именем первого космонавта, Анна Тимофеевна прислала телеграмму. Выражаю материнскую благодарность в памяти сына. Пусть улица Гагарина будет лучшей в Кисловодске. Она таковой и является, одна из первых улиц в нашем городе. И эта телеграмма тоже хранится в нашем музее. Ну и, конечно, у нас есть модели ракет-носителей, космических кораблей. Есть подлинный космический скафандр «Сокол». Есть амортизированное кресло, полетные костюмы космонавтов. Есть тренировочный комбинацион «Форель». Целый отдел посвящен выдающемуся конструктору Владимиру Николаевичу Челомею, который создавал боевые ракеты, в частности, и ракеты-носители «Протон» и многие другие космические объекты. Вот все это представлено в нашем музее истории космонавтики имени Цандера. То есть это такой своеобразный музей космонавтики в музее-крепость, да? А еще мы не можем обойти, конечно, в сторону одну тему. Это трагические героические годы Великой Отечественной войны, когда город-курорт превратился в город-госпиталь. Расскажите, пожалуйста, об экспозиции времен Великой Отечественной войны. У нас есть целый воинский зал, зал воинской славы, который мы назвали «Кисловоз, город, слава и милосердие». И вот там мы как раз рассказываем о значительном вкладе города-курорта Кисловодска в Великую Победу. Надо сказать, что ведь город-курорт Кисловодск в короткое время превратился в город-госпиталь в годы войны. Здесь было 39 эвакогоспиталей на 21 тысячу бойкое место. Эта цифра во время войны была страшно засекречена. И вот здесь, конечно, главный подвиг принадлежит военным медикам, которые трудились, не покладая рук. По 14-16 часов выхаживали больных. Первый военно-санитарный поезд прибыл уже 9 августа 1941 года. И вот тогда весь город вышел встречать. Носилки прямо на руках неслись с больными по различным госпиталям. Госпитали были профилированы. И, конечно, даже во время оккупации, это вот 155 дней ночей Кисловодск был в оккупации, даже в то время не прекращалась работа по лечению ран больных, потому что была организована больница Красного Креста. Подняли над санаторием имени Семашко красный флаг, вернее, белый флаг с Красным Крестом, и туда перенесли всех людей, ран больных, которых не успели эвакуировать, а их оставалось более двух тысяч. Кстати, большую часть ран больных разобрали жители города по домам. И в условиях вот такой жесткой фашистской оккупации, рискуя своим собственным здоровьем, здоровьем своих детей... Действительно, город милосердия. Да. И, конечно, это был удивительный случай, когда в условиях оккупации работала больница Красного Креста. Ну, конечно, пришлось переписать все истории болезни, переодеть больных, но, тем не менее, опять же, весь город помогал лечить этих ран больных, и порядка трехсот ран больных было таким образом спасено. Ну, а после уже освобождения города в январе 43-го года вновь открылись госпитали, была вновь в марте началась вот эта трудная борьба за жизнь и здоровье ран больных. И порядка 600 тысяч раненых были вылечены усилиями военных медиков. И, кстати, за этот подвиг город был нарожден боевым орденом Отечественной войны первой степени. И 82% ран больных были все-таки вылечены. Это небывало высокий процент в истории мировых войн. Раньше территория Кавказских минеральных вод была покрыта океаном. Это было очень давно. Есть ли в музее экспонаты древнейшей истории Кавказа? Да, конечно. У нас есть раздел, который рассказывает о природных богатствах Кавказских минеральных вод. И вот в рамках этого отдела есть небольшая палеонтологическая коллекция, которая рассказывает как раз о древних обитателях этого района. Но здесь у нас представлены окаменевшие остатки древних обитателей, таких как головоногие и брюхоногие моллюски, аммониты, белевниты, морские ежи и прочие другие животные. Ну, есть и, конечно, обитатели более крупные. Но это вот южные слоны. Южные слоны, известно, что это родина. Саварголь и родина южных слонов. У нас есть только окаменевшие зубы и кости этих слонов, но еще и его, их сородичей мамонтов. Ну и кроме того, в окрестностях города сохранился окаменевший след динозавра, игуанодона, гигантского животного, который жил около 100 миллионов лет. Здесь обитал на территории будущего города-хурорта Кисловодска. Такие огромные животные, которые были более 10 метров высотой и около 400 тонн весили. Но это были травоядные животные. И вот два следа все-таки сохранились. Это, пожалуй, единственная в России вот такая находка интересная на территории нашего города-курорта Кисловодска. Знаете, вот пришла в голову мысль, все эти экспонаты, один музей хранит в себе огромное количество ценнейших экспонатов разных времен и эпох. Ведь все это требует ухода тщательного и хранения. Как финансируется уход и хранение всех экспонатов музея? Кто в этом помогает? Да, конечно, мы проводим большую работу, потому что главное предназначение музея это, конечно, сохранить эти уникальные музейные ценности. И на это работает весь коллектив музея. И в том числе, и прежде всего, сотрудники научно-фондового отдела, которые ведут учет, хранение, создают условия. У нас созданы все условия для того, чтобы сохранить эти уникальные экспонаты. Но в частности, совсем недавно, в 2018 году, был проведен капитальный ремонт фонда хранилища. Деньги были выделены из краевого бюджета. Спасибо Министерству культуры Ставропольского края, лично Татьяне Ивановне Лихачевой, которая не оставляет без внимания все наши заявки. Поэтому средства, безусловно, выделяются. Но, конечно, мы пытаемся и привлечь каких-то спонсоров. Вот, какая-то, ну, незначительная часть, конечно, нам удается привлечь. Вот, и поэтому у нас есть все условия, есть кондиционеры, есть специальные устройства для того, чтобы хранить в должном температурно-влажностном режиме с учетом всех особенностей, которые вот должны быть в таком музейном заведении. Ну, и в завершении программы расскажите, пожалуйста, о планах на 2021 год. Несмотря на сложные вот такие ситуации, которые возникли в настоящее время, мы продолжаем работать. Планов как раз очень много. И вот буквально завтра мы открываем выставку «Народные художественные промыслы Ставрополья», где будут представлены все ведущие фирмы, организации, которые работают в этом направлении. Ну, я уже говорил о том, что вот 25 февраля у нас проводятся Ребровские историко-краеведческие чтения. Вот, затем в апреле мы готовим вот гагаринские юношеские чтения, посвященные 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Пройдут также мероприятия другого плана. То есть мы готовим целый цикл мероприятий, посвященные 60-летию. Это прежде всего мероприятие, адресованный юным зрителям, юным посетителям, нашим школьникам, учащейся молодежи. Вот. И, конечно, у нас готовится опять Артмай, молодежный фестиваль, Артмай, который, я думаю, в этом году пройдет уже в очном формате. Ну и, конечно, художественные выставки. Мы, опять же, будем рассказывать о творчестве наших художников и о творчестве мировых художников мирового уровня. И далее вот завершат уже нашу выставочную деятельность. Мы хотим показать моду в стиле ретро. То есть представить нашу коллекцию, наши коллекции, вернее, которые рассказывают о моде не минувших. Вот такого рода планы. Это вот наиболее крупные такие мероприятия, которые мы планируем. Спасибо вам большое за очень интересную и содержательную беседу. Пожалуйста. Это была программа Актуальное интервью. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...